Комфортные школы будут строить за счет республиканского бюджета и нацфонда. Цена вопроса 5,5 миллиарда долларов. Об этом стало известно в Астане в ходе заседания Общественного совета оператора проекта Самрук Казана. Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов. Строительство школ в рамках государственно-частного партнерства, выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ и целевое строительство школ через единого оператора. Всего по этому проекту в Казахстане планируют за три года построить 401 школу, в которых будет обучаться свыше 842 тысяч учеников. Координатор национального проекта компания Самрук Казана Констракшн. Проект стартует уже в этом году. Благодаря проекту удастся полностью отменить третьи смены и преодолеть дефицит ученических мест, говорят чиновники. Уже сейчас он составляет порядка 225 тысяч. Школы нового типа будут построены до конца 2025 года. Не только в городах, но и в самых отдаленных поселках. Как обещает оператор, при строительстве будут применяться материалы казахстанского производства. Также будут закупаться мебель у казахстанских производителей. Ранее депутаты как раз критиковали за это. Затея обойдется казне в 5,5 миллиардов долларов. Но почему так дорого? Если разделить количество ученических мест, то сопоставимо тоже одинаково. 3 миллиона тенге – одно ученическое место. Поэтому, когда мы говорим о качестве строительства и прочее, то любой журналист или общественник может сопоставить то, что построили школу в рамках комфортной школы, и то, что построили за счет частных инвестиций в рамках ГЧП проекта. То есть финансирование. Потому что здесь, я так понял, выделяется бюджет на финансирование. В том случае, там механизм ГЧП с выпуском облигаций. В новых школах Казахстана будут тренажерные залы и каворкинги. В каждой школе должны быть кабинеты робототехники, несколько лабораторий, зал хореографии. В школах также будут отдельные спортивные и тренажерные залы. В каждом классе будет интернативная школьная доска и компьютеры. В новых школах Казахстана создадут условия и для особенных детей. Дело в том, что многие нынешние школы, построенные еще в советское время, плохо приспособлены для особенных детей. Но журналистов волновал вопрос, куда и как потратят деньги. 50 миллиардов с республиканского бюджета, а остальные, значит, 1,1 и 1 триллион это с нацифонда. Общая сумма? Общая сумма 2,6 в том числе, на стройку направлена будет 2,4. 200 миллиардов это на содержание построенных школ. В ближайшее время СК Контракшн проведет открытый конкурс, на котором определятся поставщики комплексных услуг, то есть и проектирование, и строительство. Они должны будут построить школы под ключ и получат оплату по факту строительства. Как сообщается, строительство новых школ даст толчок развитию индустрии страны. Помимо этого, реализация проекта даст возможность создать порядка 60 тысяч временных и 40 тысяч постоянных рабочих мест. Боржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.